Надеюсь, многое, что я спрошу, не вырежет твоя служба пиарой. Когда у тебя нет ответственности, все это превращается в какой-то, знаешь, риелторский такой хаос. Нам нужно всего 40-50 тысяч агентов. В России сейчас 150. Ограничивающим фактором масштабирования агентской недвижимости является требование высокой квалификации агентов. Возникла история, что есть конфликт интересов. Друзья, сейчас YouTube пессимизирует российские каналы. Если вам понравился контент, поддержите нас, пожалуйста, своим комментарием или лайком. Вдвойне будем благодарны, если поделитесь в своих соцсетях. Так видео увидит больше зрителей. Александр, привет! На самом деле у нас сегодня, надеюсь, многое, что я спрошу, не вырежет твоя служба пиара и всего чего угодно. Слушай, я не готовился, даже ты их вопросов не знаю. А я знаю, на самом деле ты, наверное, спикеров на одной руке могу перечислить, которые не готовятся. Я всегда знаю, почему не готовятся те, которые хорошо знают свой предмет, которым нужно согласование, и они боятся, что им что-то не то спросят, то они как раз готовятся очень сильно. Естественно, первый вопрос. Как говорится, новости. Тут недавно Мегаполис сказал, что он теперь входит в структуру самолета. Можешь мне объяснить одну вещь? Вот сеть – это независимое агентство недвижимости, там свои руководители, Мегаполис – это очень маленький агентство недвижимости в основной своей массе. Как можно купить сеть, если там может любой человек сказать, а я не хочу? Да, все верно. Как вы достигаете того, чтобы именно, скажем так, большинство из сети сказали, да, окей, мы хотим самолет. Ну, смотри, Борис, когда мы покупаем какую-то сеть, мы же не машину покупаем, которую ты взял в гараж, поставил и говоришь, что это моя машина. Нет, нет, мы покупаем возможность, возможность работать с сетью, действующей под другим брендом, и сделать так, чтобы большинство этой сети захотело раздеваться дальше с самолетом Плюс. И наша задача – сделать так, чтобы 8 тысяч точек были выстроены по всей России, большая сеть, структурирована, и в каждом своем районе, в каждом закреплении выполняла тот стандартный модель, который мы пропагандируем. И у нас сейчас 1440 подписанных офисов, 935 открытых на сегодняшний день. Это уже очень много, мы хорошо поработали в этом году, а в следующем году будет 3000. Но наша задача, чтобы вся территория была распределена, так как с 1 ноября заходит большая федеральная компания, и мы будем говорить о том, что мы сервис квартирных решений. Федеральная рекламная компания. Вот прям, да, мы потратим много денег, как Авито, как ЦИАН, и мы говорим, мы сервис квартирных решений от сделки до ремонта мебели. Ну, по сути, там слоган вроде, как мне уже доложили, от сделки до отделки. Да, от сделки до отделки. То есть смотри, мы не конкурируем с Авито, с Авито, с Домклик, ни в коем случае. Мы говорим, что мы есть сервис квартирных решений, который вот здесь у вас на районе у дома. Мы можем в оффлайне поддержать, в онлайне ту задачу, которую вам нужно решить. Косметический ремонт, переезд там, купить сеты мебели для сына, чтобы ему было хорошо учиться и так далее. Новый диван. Можем купить, продать квартиру, сдать в аренду. В общем, все, что касается сделок и сервисов вокруг недвижимости. И когда мы покупаем мегаполис, мы, во-первых, у нас сложились добрые отношения с Сергеем Свасенко. Еще пять лет назад, я помню, к нему приехал туда из Домклик. И он мне, значит, рассказал, что мы хотим всех, значит, уничтожить. И это не произошло, как ты помнишь, как я и обещал. А сейчас, Сергей, мы сошлись во мнении, что то, что делает самолет, это как бы правильная бизнес-модель. Она реально классная, в ней можно больше зарабатывать. Ты становишься хозяином предпринимателя на территории, у тебя есть точка получения прибыли. И ты еще, у тебя есть закреплена локация, и твой ремесленный бизнес превращается в предпринимательство. Которое можно и продать в будущем. И стандарт это настоящий, ну то есть нет никакой фейковой базы, никаких обманов и так далее. Ну то есть в этой модели можно по-нормальному, по-честному работать, зарабатывать и обслуживать клиентов. И конечно же, когда мы это все рассказываем нашим потенциальным покупателям, или тех, что мы купили, и общаемся с ребятами, которые в сети, ну конечно большинство из них соглашается. Ну потому что это, как я тебе рассказывал раньше, это от клиента, от сердца, от правильной модели работы. Кстати, мы в Китае тоже это все увидели. Все работает, и 50% рынка регулируется одной компанией. Прямо одной 50%? Ну там линжа есть, это в Пекине 50% бизнеса. Еще есть лавайджа, лавайджа такое название, у них еще 20% рынок. Ну раз уж ты Китай затронул, а вообще в мире вот модели подобных, их как, насколько распространены? Все-таки Китай это, ну своеобразная история, у нас она складывалась изначально больше по-американскому, но у нас нет лицензирования. Помнишь, да, все деятели в начале 90-х, все в том числе мои наставники, и там из Адвикса, другие ребята, да, они же все ездили учиться в Америку. Да, тот же Сергей Вазенков в свое время попил за лицензирование. Поэтому Ремакс, там, вот, это же Эльдар тоже там же, и тоже в том числе учился. И поэтому весь бизнес в России риелторский, он был про американского настроя, да, но он, как бы, понимаешь, он, когда ты начинаешь работать по всему городу, любую базу начинаешь выкидывать, у тебя нет лицензии, стандарта, ты ради, там, моя миссия комиссия, вот это начинается история фроды, начинается, да, когда у тебя нет одних локаций, нет ответственности, все это превращается в какой-то, знаешь, риелторский такой хаос, ну, который мы все время обсуждали. И мы, ну, просто мы говорим, да слушайте, да перестаньте уже так работать. Мы в Самолете Плюс, давайте по-честному организуем этот рынок, то, как он должен быть. И мы к этому идем, и уже 935 партнеров на себе ощущают, что так можно работать. И будет 8 тысяч партнеров, вот, и это будет компания номер один со всеми сервисами. И это не будет агентство недвижимости, это будет сервис квартирных решений. Окей, я вот прошелся рядом со стендом, и у меня сложилось ощущение, что горшочек не вари, то есть вы настолько в этом году много, ну, там, получили заявок, что такое ощущение, что у менеджеров стоит установка, как бы, вот, не бегать за каждым, не хватать, как это было еще в Сочи, там, всякие конкурсы. То есть реально горшочек не вари? Ну, слушайте, уже, ну, смотри, мы, во-первых, переуполнили все планы по открытию точек, нам нужно еще докачивать сервис и стандарт, а у нас есть внутри гэпы, которые сформировались из-за быстрого роста, объективно. Вот, плюс мы сейчас андерайтим партнеров очень серьезно, ну, там, по поводу их прошлой деятельности. Мы не хотим, чтобы какие-то ценности, не те, заходили к нам в компанию. И старых партнеров начинаем в тот раз еще отсматривать. И поэтому мы действительно говорим, у нас достаточно сегодня заявок, чтобы, ну, не бегать тут за участниками этого конгресса. То есть мы можем, можете выбирать. Мы не можем, мы выбираем. Мы сейчас 50 франшиз подписываем в месяц, 40-50 точек открываем в месяц, и мы занимаемся выбором, да. А что называется, что значит открываем? Имеется в виду вот это прямо оформление, запуск офиса? Ну, прямо офис готовый, открывается, там есть агенты, перерезается ленточка. А почему лак такой, вот 50 подписываем и 40 открываем? Иногда 70 подписываем, 30 открываем. Иногда 40 открываем, что подписывали? Ну, потому что надо 3 месяца, чтобы сделать ремонт, там, найти помещение. Плюс дизайн, это по нашим стандартам. Во время того, как ты открываешь, ты проходишь школу предпринимателя, ты учишься у нас. Кстати, Феликс Альберт сейчас в нашей команде, и он отвечает за весь университет. Он сейчас все собирает, и там у него есть преподавательский уже состав. Ну, в общем, ты учишься, и ты должен войти, ну, как бы вот открыться, и мы должны еще чекап сделать, что ты готов к открытию. Вот, и ты открываешь. И у нас есть сейчас, действительно, есть неоткрытые партнеры, те, которые не могут там сдать, не могут по стандартам выполнить. Ну, есть и такая проблема в сети. То есть идет некое накопление вот этих, которые подписались, но еще не открылись. Ну, окей, ты сказал про ценности. Как-то за вот этот период вашего, там, года активного становления, изменились какие-то, ну, не знаю, порядок этих приоритетов? Что сейчас самое главное, когда вы выбираете партнера в ценностях, в его? Слушай, ну, чтобы он совпадал. Смотри, есть, как бы, разные партнеры, да, есть те партнеры, у которых, ну, ценности, их невозможно изменить. Ну, то есть они научились работать по кому-то стандарту, там, не знаю, условно ты там, вот у тебя есть объявление, ты продал квартиру, ты продолжаешь их рекламировать, тебе звонят клиенты, ты говоришь, можно я посмотрю? Тебе говорят, нет, нельзя, я не продаю, я тебе покажу что-то другое. Ну, что это за ценность? Ценности воровства, обмана, как бы, ну, какой-то нечестной работы. С другой стороны, те люди скажут, нет, это лидогенерация, а клиент для нас лид, короче, да, и когда я слышу, что клиент лид, у меня все внутри переворачивается, говорю, ну, пока у вас клиент лид, идите и занимайтесь той деятельностью, которая вам самим необходима. А когда ты говоришь, я хочу помогать клиенту, вот, служить его, провести по этому рынку, хочу по-нормальному в районе разобраться, набрать базу хорошую, хочу, чтобы у меня коллектив текучести не было, хочу, чтобы они по-честному работали, по-настоящему, обслуживали клиента на длинной цепочке. И когда мы слышим, вот мы же много участвуем в форумах разных, там, рот-шоу по России объехали, и когда мы слышим, что люди начинают нашим языком говорить, они говорят, возьмите нас в семью, потому что вы так работаете, то все, это наш кандидат. Ну, то есть мы как бы пытаемся, не знаю, примагнитить, заразить, что ли, нашей вот этой технологии, ну, и правильной работы. Если ты соответствуешь, то ты приходишь, развиваешься внутри нас. Я слышал что-то про хабы. Что это такое? Помнишь, в начале у нас был концепт, что должны быть просто маленькие офисы? Да. Да, и мы отрицали такие большие офисы. Но так получилось, что всегда из малышей вырастают большие, либо они уже существуют. И, слушай, само собой пришло, что те, кто на рынке попрофессиональнее, те, кто могут уже команды удерживать большие, они стали, знаешь, какую-то такую социальную миссию выполнять. Они стали звать ребят, новичков, причем мы их об этом не просили, и там устраивать с ними активность, их обучать, давать им какие-то конструктивные решения, предложения, наставничать. Вот. И получается, что такие, знаешь, звездочки, да, возникли, такие предприниматели, у которых свой бизнес, они говорят, да нам свой бизнес так хорошо все. Мы просто хотим, чтобы на этом рынке Самолет Плюс нормально позиционировался, чтобы, ну, не было никакой, там, знаешь, гнили или неправильной работы. Мы хотим, чтобы, ну, вот мы, как бы, консистентно в руках пронесли этот бренд. Вот. И я думал, и кто тогда вот эти люди? Ну, это же, ну, какие-то такие, знаешь, наставники, тренера. Вот. А тогда какой статус вот у этих офисов, где есть учебные классы, где есть поддержка юридической части, ну, индивидуальная, можно структурировать сделки, вот, где можно уже сделки даже проводить. Не в Сбер идти, а прямо в офисе делать сделку. В каждом малом офисе ты не настроишь сдельщика, да, а в большом офисе ты можешь это сделать. И вот была такая идея, когда мы вместе с Тегиром сделали такой офис в Питере, прямо с нашим участием капитала. Вот. А потом там протестировали модель. Мы поняли, что эта же модель подходит для больших офисов, и мы их называли офисы хаба. То есть где ты как хаб, можешь, знаешь, как других подзарядить, могут туда все разом собраться, и ты можешь помогать. Мы прописали эти стандарты. Несмотря на то, что это формальные конкуренты. Вот, смотри, возникла история, что есть конститут интересов. Вроде как больший офис хочет себе бизнес, а еще малышей. И что с этим делать, да? Вот. И мы пришли к тому, что есть региональные представители. И когда ты вот этого руководителя условного хаба, либо того, кто хочет лидерствовать, да, ты его обозначаешь как региональным представителем, даешь ему стандарты, даешь ему вознаграждения. Ну, то есть там все за деньги, в том числе с нашими ценностями, то эта консистентная модель начинает работать в регионе. И у меня сейчас основная задача, так как точки очень быстро растут, много тех, кто стартаперы, кто хочет научиться или переучиться, да, и нам важно иметь вот таких наставников больших в регионах и научиться этим правильно управлять. И мы сейчас, знаешь, бережно вот с ними собирались позавчера, и целый день мы обсуждали, как это должно выглядеть, как риски там организованы, вот, по каким моделям, что я из Сбербанка сюда могу принести, там, работу с отклонениями и так далее. Вот, я думаю, что модель все-таки за вот этими дирекциями по развитию, с поддержкой, лидерство в хабах, с их какими-то полномочиями и соответственностью. Но это пока в большей степени, наверное, эксперимент, вы будете пробовать, менять в зависимости от того, какие результаты будут. Мы, слушай, у нас нет ничего законченного, вот честно. Вот мы что модели постоянно уточняем, исходя из клиентского опыта, что управление постоянно уточняем, потому что оно тут смешано, это корпоративное предпринимательство, представляешь? Ну, то есть оно не было опыта ни у кого. В Сбере там это без предпринимательства, у предпринимателей это без корпоративного управления правильного, а ты должен все это связать и сделать по-другому. Ну, такого не существовало на рынке. Круто. Хорошо, ты сказал про, ну, буквально через несколько дней начнется федеральная рекламная кампания. Да. Цель какая? Ну, во-первых, мы хотим жителям России объяснить, что такое самолет плюс. Мы хотим вырастить знания, что такое самолет плюс. Прям России, то есть это прямо для Сахалина, что называется. Ну, конечно, уже, ну, считая, сейчас откроются еще точки к концу года, я думаю, 1400 будет открытых. Мы уже во всех представленных городах, больше населения, где 250 тысяч. И нам нужна просто уже федеральная поддержка, чтобы знание бренда, о чем это такое самолет плюс. Вот, допустим, в Москве ты заходишь, здесь знание бренда около 9%, про самолет плюс именно, про самолет больше. И ты понимаешь, что люди знают. А вот я приезжаю в регион, был в Улан-Удэ недавно, вот, и я люблю на улице спрашивать, вот, вывеска самолет плюс, кто это вообще, о чем это. Ну, люди говорят, наверное, там авиабилеты продаются. Понимаешь, и когда самолеты и авиабилеты, меня это триггерит. Ну, наверное, мы делаем что-то не до конца правильно с позиционированием. Вот, поэтому надо помогать всем партнерам и делать федеральную уже историю. А что важнее вот этот вечный спор яйцо или курица? И многие, опять же, да, так в кавычки возьмем, классические риелторские компании считают, что важнее агент. Вот мы нанимаем агента, а дальше он сам бегает и ищет клиентов. Нам, в принципе, особо B2C-маркетинг, если можно так сказать, не нужен. У вас какая позиция? Слушай, ну, у кого денег нет, те обычно и думают, что лучше. А у кого есть нормальные инвесторы и акционеры, они обычно делают все параллельно и создают сервис, который сразу же и ты консистентный, и контент, и аудиторию, и те, кто обслуживает, ты их должен вместе наливать, иначе у тебя одна рука будет перекачана, а вторая там... Нет, я на самом деле считаю, что если нет клиентов, то агентов очень тяжело удержать. То есть все остальные приемы их удержания, они несколько искусственные. Ну, как мед там и условные там пчелы. Смотри, да, эти рассуждения для бедных, вот, а мы все-таки компания для богатых предпринимателей. И хотим, чтобы предприниматели были у нас богаты. Упомянутый твой Феликс Альберт как-то давно-давно мне сказал, в чем идея там франшизы, и в частности Макдональдс. Вот обычный бургер условно стоит доллар, а Макдональдс стоит три. Вот обычная риэлторская услуга стоит там, не знаю, какую-то сумму. Когда мы доживем до того, что услуга, если такая цель, может быть, ее нет, услуга «Самолет плюс» будет там, не знаю, в два-три раза дороже? Слушай, ну, я не знаю, где ты найдешь на ремесленном рынке услугу дешевле, потому что те, кто тебе в аэропорту предлагает тебя подвезти за дешевле по Яндексу, я в Сочи сейчас прилетаю, я говорю, вы что тут все делаете? Вы как-то жизнь, что ли, прошла мимо вас? Ну, уже же никто нигде не стоит, да, не предлагает. А в Сочи предлагают, наверное, рынок, да, такой еще. Вот, а потом, когда ты едешь, там оказывается все по-другому в конце. Вот, и я тебе точно скажу, вот, если хорошая стрижка стоит 2000 рублей, там, в каком-нибудь барбершопе, да, там, вот, то риэлторская услуга тоже будет стандартизированной, стоить будут те услуги, и там полностью ты полуешь весь спектр, вот, того сценария, который тебе нужен. И, слушай, мне кажется, что жители России все-таки выберут там, где надежно, где стандартно, где ты понимаешь, что за этой компанией хороший бренд стоит, который может своими деньгами, если что, помочь ей исправить ситуацию. Вот, когда два рынка, знаешь, один такой риэлторский, такой серый, и такой еще ремонтный, такой серый-серый, и такие два берешь рынка и пытаешься из них сделать сервис нормальный. Ну, наверное, лучше ходить с нормальными, да, игроками. Ну, на самом деле, я недавно, я просто давно не делал сделки, а недавно, буквально на той неделе, сделал сделку, я был очень удивлен, что можно купить новостройку, вообще не выезжая ни в банк, ни в застройщику, а сидя дома. Это, конечно, вот такая революция. Ты сам сделал, у тебя риэлтор провел? К сожалению, риэлтор, при всем моем уважении компании, которую я попросил, ну, не очень активную позицию занимал. Я постоянно спрашивал, а что дальше, а что дальше, какой следующий этап, что я там должен с кем подписывать. Ну, он был, на самом деле, он сделал основную вещь, он мне порекомендовал конкретный объект, в котором будет расти цена, собственно говоря, задача была такая. Поэтому в этом плане он мне выполнил функцию, но все, что связано со сделкой, конечно, я был как этот, я тыкался, а кто там, вот банк мне звонил, а вот мне не одобрили ипотеку, а что дальше? Ну, слава богу, помогли. А дальше я начал тыкаться просто, что такое сигнми, блин. Я первый раз, ну, кроме жил Конгресса, я больше нигде с ним не сталкивался, что оказывается, надо подписывать, надо выпустить заранее. Потом первоначальный взнос надо было положить, его не переведешь, там комиссия большая. Ну, короче, хватило мне. И я понял, что сервис страдает сильно. Да, конечно, ну, представляешь, ты, не знаю. Даже в хороших компаниях. Ну, ты покупаешь, наверное, раз в год, да, жилье? Ну, нет, пореже. Ну, вообще, люди России раз в семь лет покупают. Ну, я слышал, да. Представляешь, раз в семь лет разбираться каждый раз. Все равно, вот... Вчера Леша Чапих сказал, что четыре с половиной было когда-то. Это срок гашения. Срок гашения, да. А покупаешь... А это не одно и то же? Не, не одно и то же. То есть я погасил, но не знаю, что купил, да? Не знаю, что купил. Ну, то есть покупаешь раз в семь лет, а срок гашения эффективный, там, четыре с половиной года. По-моему, до трех даже, да, он падал. Но суть не в этом. Суть в том, что это низкочастотная сделка. Ты не покупаешь часто. А когда ты не покупаешь часто, все на рынке меняется. А если все на рынке меняется, если оно нужен тот, кто тебя сопроводит, помощник. А если еще, вот ты сейчас купил квартиру, представляешь, вот она сдастся, ты, наверное, в бетонных стенах не хочешь проживать, наверное, надо отремонтировать. А если бы с нами купил бы, наверное, там уже был бы договор на ремонт, который у тебя потом бы активировался после сдачи. И, наверное, ты бы уже дизайн сейчас с нами бы согласовал на будущее, хотя тебе сейчас не надо, который потом исполнен будет. И цена была бы ремонта гарантирована. И поэтому, смотри, разные бывают сервисы. Но мы живем от клиента и пытаемся сделать так, чтобы клиенту было хэппи, чтобы он был счастлив. А я правильно понимаю, что как раз здесь и есть завязка, что поскольку очень низкочастотная сделка, 7 лет, то за 7 лет, условно говоря, я бренд забуду, с которым я работал. И не важно, там застрочка-то или агентство. А вы его, как это, далеко не отпускаете? Не отпускаем. По ремонту, какие-то еще улучшения? Да, все верно. Чтобы в следующий раз, через 7 лет, когда он вспомнит опять про квартиру, вымпись сказать, да и квартиру... Слушай, это называется LTV. Ну да. Лайфтайм, да, и ты живешь с клиентом на всем его промежутке времени. У него на районе, понимаешь, помогаешь, там, активности устраиваешь. Кстати, косметический ремонт, я не знаю, как ты, но я раз в три года заказываю перекраску стен. Ты стены красишь дома? Теща у меня делает. Сколько раз, сколько лет? Я уезжаю в командировку длительную, приезжаю, у меня, блин, другие стены или другие обои. Кто-то красит. Да, да, да. Диваны не знаю, вот бывает, что диван сейчас меняют, кухню-столешницу, санузлы ремонтируют, понимаешь, двери меняют. Ну, то есть, постоянно вот, ты когда живешь во вторичке, вот я сам удивился, вот мы приехали в офис, открыли во вторичке. Если жители района знают, про что вы, он, ну, житель не будет искать какую-то бригаду, чтобы ему что-то сделали. Он обратится, скажет, можете вот самолет плюс мне там частичный ремонт сделать? Мы сделаем. Не хотел спросить, но все-таки спрошу. Я заходил как-то в один торговый центр, и там лента, ну, то есть, самая такая проходная зона, кассовая зона, и прямо рядом с ней стоит офис самолет плюс. Я пришел в субботу, смотрю на эту красивую витрину, где прямо вот написано все, что угодно, но недвижимость я не нашел, там ипотека была, недвижимость где-то внизу. А тут вот ремонт, дизайн, еще что-то. И сидят два грустных менеджера, и к ним никто не подходит. Потому что у меня тоже было ощущение, а вы про что? Вот это насколько мешает? Или вы считаете, что это прямо вот правильная история? Потому что если я пришел за недвижимостью, за квартирами, ну, вот рядом стоит условный инком, да, у которого прямо написано. Мы тут инком недвижимость, прямо в названии. А вот тут вот все вместе, и что-то нет фокуса. Борис, смотри, сейчас раскрою тайну. В агентство недвижимости люди не ходят. Утром никто не просыпается, не говорит, чем-то надо заняться, пойду-ка я квартиру попродаю в агентстве недвижимости. Нет. Вот если ты там людей не увидел, слава богу. Потому что они, значит, ходят на показах. Они где-то агентские договоры подписывают, где-то они с покупателями показывают. И два менеджера, которые вот ты увидел, Игорь, они грустили, да? Ну, они были на фронт-линии, и даже если один, два, три клиента в день зайдет, они обязаны их проконсультировать. Возможно, это стажеры, которые что-то изучали и так далее. Но в этом офисе все равно кто-то должен быть. Так вот в этот офис приходят клиенты вместе с нашими агентами, менеджерами по недвижимости, там заключают договоры, что-то обсуждают. То есть офис, он такой, знаешь, как точка, центр, хаб для сделок, для притяжения консультационных вопросов звучит. Но все наши активности с клиентами, так или иначе, они начинаются не из-за того, что клиент приходит в офис, а из-за того, что мы поднимаем трубку, звоним клиенту, который выставил на продажу квартиру, и говорим «Привет, мы Самолет Плюс у тебя на районе, мы можем тебе этим-этим быть полезными». Если клиент слышал бренд Самолет Плюс, он понимает, про что это, про надежность, про безопасность, мы ему это рассказываем, мы берем квартиру на сопровождение на продажу. Также потом подбираем на подборе. И часто наша активность связана с тем, что нам нужно дистанционно связывать клиента, который сейчас на работе находится, покупателя, который на квартиру приехал смотреть, у нас ключи есть. И поэтому в офисах мы, как в ленте, в кассире, не сидим. То есть мы постоянно находимся в движении. А по поводу того, что ты увидел, что на офисе написано там ремонт, дизайн и так далее, потому что про покупку, продажу недвижимости мы и так расскажем. Мы квартиры на рынке собираем, которые нужно продавать, потом получаем на них звонки, на эти квартиры, и покупателю предлагаем дальше подбор. А потом улучшение, после того, как мы что-то подобрали, нужно что-то улучшить. И это как бы из-за того, что у нас это на офисе не написано, от этого ситуация не меняется. А вот высокочастотные различные услуги, типа переезд, ремонт, клининг, дизайн, он как раз и нужно позиционирование, где высокопотоковые, где у лент, там у метра и так далее. И там часть потока нам заходит. А есть какие-то регионы, которые показывают очень хорошую динамику, а другие нет? Есть у них какая-то закономерность? От чего зависит? Хорошую динамику в смысле весь регион как точки показывает динамику? Ну нет, вот, например, не знаю, в Москве идет хорошо, а там в Питере хуже. От знания бренда. Там еще где-то. Только от знания бренда зайдет? Вообще очень сильно. Вот мы, у нас высокое знание бренда в Москве, в Санкт-Петербурге неплохое, вот, и в Екатеринбурге тоже нас знают. И вот где, во Владивостоке, кстати, мы начали строить, тоже знание бренда подтянулось. И вот где знание бренда, там прям чувствуется драйв и движуха. А где, как бы, не знаю, что такое самолет плюс, там и две-три точки открыто. А нам надо, там, знаешь, чтобы условно на наш любимый Улан-Удэ, который я им сегодня говорил, там должно быть 12 точек открыто. Да, и чтобы там мы что-то начали строить, чтобы общая рекламная движуха была. Ну, про что это? Вот, и это мы вопрос сейчас будем решать. Рекрутинг, задача вообще какая-то серьезная? Или это, я имею в виду, с точки зрения управляющей компании, или хабов, как угодно? Или это отдается на откуп маленьким агентством? Почему спрашивают? Потому что когда у тебя агентство, там, 5-6 человек, тебе HR-директора содержать не рентабельно. Нет, конечно. Как быть? Мурашкин Александр, знаешь? Ну, слышал, конечно. Взяли парня из Макдональдса. Представляешь, в Макдональдсе 800 офисов, и он разобрался с тем, как в Макдональдс собирать кассиров, те, кто картошку жарит, там, котлетки правильно делает, правильно офисы эти обслуживает, не офисы, вернее, а общепит. Вот, и Саша уже за 2 месяца отстроил систему получения кандидатов из разных источников. Работа А.РУ, там, ДжОП, где-то со СБЕРом он сейчас заключает контракты, вот, с другими классифайдами, с АВИТа, кстати, он заключился. И мы дистанционно, когда кандидат обращается, кстати, мы сейчас вакансию не позиционируем как агентскую. Мы рассказываем о всем клиентском пути и говорим, вы с нами это научитесь делать. И это привлекает потенциальных кандидатов, потому что, ну, всем надоело сидеть на одной операции, жарить, условно, одну картошку, там, или быть кассиром, да, охота, или, там, оформлять один кредитный договор 24 на 7, да, охота разобраться во всем перечне услуг. И кандидаты к нам идут неплохо, мы их дистанционно собеседуем, понимаем, какие у них ценности, вот, проверяем через безопасность, и потом уже направляем в точку. Вот, и смотрим, сложилась ли там химия, ну, то есть его, там, готовы принять или не готовы. Если не сложилось, то кандидата мы сопровождаем на следующую точку, вот. И у нас примерно 70% кандидатов, которые нам понравились, они так или иначе находят команды. Потом мы считаем оседаемость, как обычно, она у нас, вот если в стандартном агентстве лишь 30% оседаемость за первые 3 месяца, вот, то у нас оседает около 6-70%. То есть, в принципе, людям, ну, нравится, даже оседаемость больше, потому что у нас учиться надо больше, ну, то есть они просто дольше учатся. Это бесплатно для них? Бесплатно полностью. Ну, то есть они заходят, учатся, вот, и начинают делать первые сделки в районах. Вот, и так мы поддерживаем франчайзи партнеров по HR. Большие хабы тоже сами нанимают, и у нас есть запрещено нанимать самому, если ты можешь, если у тебя есть, кто у тебя будет работать, нанимай сам. Ну, а если правильно понял, это дополнительная услуга просто. Она полностью бесплатная для франчайзи партнеров. Смотри, у меня сейчас, я как считаю, вот у меня есть площадь моя, площадь вся. Я знаю всю площадь, которая в управлении франчайзи партнеров. Я сейчас в моменте, прям могу тебе цифру сказать. У нас сейчас 10200 агентов, и нам не хватает 5232 человека. Это на понедельник цифра, на планерке. Я знаю, в каких регионах, в каких офисах нам недостаточно. И у нас, соответственно, воронка, как бы фокус на эти регионы. Мы выливаем, чтобы там найти. Смотри, я не знаю, как сейчас, самый такой будет провокационный вопрос. Еще в феврале месяце в вашей презентации было написано, я не дословно цитирую, но суд передам, что ограничивающим фактором масштабирования агентства недвижимости является требование высокой квалификации агента, риелтора. А из чего я делаю вывод, что чтобы бизнес был сильно масштабируемым, нам не нужна высокая квалификация, то есть нужен условный операционист. Говорит ли это о том, что мы не паримся на тему, чтобы он был таким глубоким, крутым риелтором, а нам достаточно, чтобы он какие-то операции производил, а все остальное, не знаю, передадим в бэк-офис. Не, паримся. Да. Смотри, если мы бы учили бы всю сеть заново работать и быть в нашей технологии, то мы бы очень долго масштабировались. То есть мы поняли то, что, в принципе, на рынке все профессионалы уже существуют. Если ты сейчас статистику «Домклик» посмотришь, то там примерно 100-120 тысяч агентов, которые регулярно проводят сделки. Ну там раз в квартал, и всего 60 тысяч те, которые проводят раз в месяц. Ну я насколько сейчас помню, да, это еще та статистика год назад была. И когда, если ты посмотришь ретеншн, ну то есть возвратность, тот ли это делает человек, один ли и тот же. Так вот, можно увидеть, что рынок, он в принципе сформулирован уже. Ну то есть одни и те же люди делают сделки. Регулярно и частотно. Есть притоки новых новичков, но оседаемость их вообще минимальная, так как рынок уже, в принципе, сжат, сформировался, комьюнити на нем сформировалось, и нет смысла выращивать новое комьюнити. Есть смысл брать ребят, у которых есть правильные ценности, присоединять их в нашу систему, и дальше их дополнять, вот то, что они уже умеют, ну работать от покупателя, от продавца, там с подборами, клиентоцентричность, и дополнять их дальше LTV нашими сервисами. И тогда у нас получается максимальный эффект. Потому что мы можем быстро масштабироваться, опираясь на знания уже с правильными ценностями, там, где они сформулированы, да, и, соответственно, набирать ребят. И ты, возможно, скажешь, что точно ли получится. Ну, мне такой вопрос там задавали недавно наши уважаемые коллеги. Нам нужно всего 40-50 тысяч агентов. В России сейчас 150. Ну, то есть, если мы, ну, еще частных маклеров, там, помнишь, там, 1150-200 было. Если мы из всей вот этой коллектива наберем тех, кто будет с нами, будет там счастливый, богатый, сервисный, нам этого будет достаточно. И поэтому мы вот используем старый опыт. Раз уж ты сам у нас сказал про частных маклеров. А есть причина, по которой частный маклер, который работает независимо, должен прийти в систему, как ты говоришь? Это дорого одному становится. Просто реально дорого. Ну, ты один, представляешь? Поддержки нет. Так я ни с кем не делюсь. Комиссия. Да, мы всего лишь роялти-то 20 тысяч берем. То есть, ты предлагаешь, что фактически такому риелтору стать брокером, ну, начальником, набрать себе кучку помощников, назвать Самолет Плюс и дальше работать уже. Слушай, у нас есть коллективы по agile, представляешь, где нет начальника. То есть, собрались частные маклеры, 5 человек, 5 девчонок, и они просто организовали офис. И у них нет руководителя. На самом деле, таких было много. Они говорят, мы просто раньше все по квартирам работали. Нам надо было делиться половину, кому-то отдавать какому-то непонятно за что. А здесь у нас и комьюнити, и обучение, и все сервисы, которые вы нам даете. Мы просто, ну, как бы, вообще мы любим прекрасно и сделали хороший синий самолет офис. И вот он наш. И мы впятером там работаем. Ну, понимаешь, что вот даже... Таких, кстати, много, агентств, которые вот так скидывались, но они фактически когда-то, когда еще не было удаленных всех сделок и удаленных общений через Zoom, их основная задача была хоть какой-то офис иметь, чтобы на визитки написать, чтобы куда-то хотя бы привезти. И они кооперировались, просто делили на 5 там условно аренду. Потом, когда это все закончилось, конечно, и стало возможно там через Zoom общаться и прочее, прочее, эта история ушла, но тем не менее, это вполне реальная модель, которая на рынке уже существовала. Здесь смотри, Борис, просто когда ты в пандемию из дома поработал, вроде ты, ну, приучился там, частный маклер, там, побежал куда-то, показал, потом на кухню себе вернулся, там, раскрыл, там, тут плита, готовишь что-то там, вот это все, да. Но ты когда с ними походишь, вот возьми любого частного маклера и просто поживи, походи с ним, посмотри, как ему вообще живется. Я одного знаю, его зовут Феликс Альчев. Ты потом, слушай, может ты вот у дома, ты точку себе сделаешь, да и наберешь сюда там. Ну, кстати, как ты. Сделать себе офис, это не так дорого на самом деле, ну, реально. А сколько? Ну, где-то 600 тысяч на ремонт, 350, 300 тысяч, зависит от региона, стоит франшиза, вот, ну, и если у тебя уже есть накопленные сделки и контракты, то ты сразу начинаешь работать. Если я правильно посчитал, это миллион 350, да, где-то так получается, инвестиций. Ну, вообще, около миллиона инвестиций надо, 350 и 600 на ремонт, ну, и там, смотри, сделки в среднем 2-3 месяца закрываются, поэтому нужно сразу рассчитывать, что 2-3 месяца тебе нужна подушка безопасности, да, поэтому, да, где-то ты прав, миллионы 300 надо, чтобы зайти в этот бизнес. Какие у меня шансы, что я там в какой-то разумный срок эти деньги верну, покуплю? Слушай, ну, большие шансы, потому что большинство наших партнеров за 10-11 месяцев возвращают. Возвращают, Я понимаю, да, вот ты сказал, те города, где более-менее самолет знают, а вы наверняка проводили опрос, зачем в каком-то городе, где не строят самолет, особенно если это маленький город, где он вряд ли будет строить ближайшие там 5 лет, зачем люди берут? Я просто свои опросы провожу, мне кто-то сказал там ради комьюнити, кто-то сказал ради того, чтобы продавать новостройки в Москве, кто-то еще. У вас есть какая-то статистика? Есть. На первом месте обучение. Обучение? Хотят, покупают как университет знаний, как обучение, как возможность, ну, как-то отойти от работодателя и начать работать на себя. Причем очень сильно верят, что с нами у них все получится, потому что заложены стандарты еще перспективы 24, Рима и Алсу, ДНК, ребят, да, у нас в системе. И в Золтаре вот эти боты-то были про обучение. И они сейчас, ну, нам все принадлежат, мы, Золтар же присоединился, это в том числе нам помогает. Вот, и, ну, и плюс видят, что команда в Москве сильная. Ну, команда у вас вообще без всяких вопросов. Ну, такой второй команды сейчас нет на рынке, как бы, да. Я когда очередной пост читаю, кто к вам присоединился, они говорят, блин, ну, конечно, очень мощно. И это все прекрасно понимают, потому что, ну, деньги сейчас не самое важное, а вот люди, которые могут реализовывать определенные вещи, решать задачи, это, конечно, дефицит. Ну, Борис, бизнес про людей, поэтому должны быть лучшие люди. Ну, как я это понимаю. Ну, и ты не можешь бизнес про людей строить со студентами, которые, там, не понимают в этом бизнесе. Поэтому мы просто, я еще когда помню, из Домклик вышел, я сразу же тебе сказал, ну, в команде будут работать только самые достойные. И все. Ну, у меня больше нет вопросов. Спасибо тебе большое. Надеюсь, пообщаемся через какое-то время. Да, Борис, тебе спасибо за поддержку, за твою. Вот, всегда готовы. Ну, я всегда с большим интересом и уважением отношусь к компаниям, которые, модное слово, дизрапторы, которые меняют рынок. Вот не люблю я это все, дизрапторы. Вот я тоже не люблю. Пойдем работать. Да. 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 Продолжение следует...